Итак, самая обсуждаемая тема сегодня это состоявшаяся историческая встреча патриарха московского всей Руси Кирилла и папы римского Франциска. Она продолжалась в Гаване свыше двух часов, большая часть проходила за закрытыми дверями. После, как и анонсировалось, главы двух церквей подписали совместную декларацию, в которой признали, мы не соперники, а братья. Патриарх и понтифик также выступили в защиту христиан от притеснений и призвали не допустить новой мировой войны. За событием, которое называют эпохальным, следил Павел Краснов. Тесноватый, просто обставленный зал, без намека на торжественность из убранства, несколько кресел и православное распятие в центре. Событием с тысячелетним горизонтом не всегда нужна пышная обстановка. Эта комната вошла в историю, когда распахнулись двери и навстречу друг другу шагнули предстоятели двух крупнейших христианских церквей на планете. Патриарх Кирилл в обычном для себя черном облачении, папа Франциск в столь же привычном белом. Но эта внешняя повседневность едва ли могла обмануть тех, кто ждал этой беспрецедентной встречи. Все длинные расстояния, не приграды, в том числе и для организации таких встреч, можно быстро прилететь в любое место. На них всегда есть чувство, что мы с вами назначаемся в правильное время и в правильное время. Я благодарю Святую Троицу, что такая возможность предоставилась. Как вы уже говорили, встреча своевременная. Очень рад вас видеть. В моем сердце было очень большое желание, чтобы эта встреча состоялась. Православные и католики не соперники, а братья. Эта простая мысль, не раз повторенная за вечер, на деле означала новую эру в отношениях церквей, когда груз исторических обид уже не мешает говорить друг с другом. Мимолетная, чуть ли не на бегу, встреча в аэропорту, откуда патриарх и папа отправятся каждый своим путем. Но все же спустя почти тысячу лет их дороги наконец пересеклись. И в таком историческом масштабе сам факт встречи – это и есть ее главный результат. Своей мечтой патриарх и понтифик в совместной декларации назвали единство ныне разделенных христиан. Хотя и признали, сейчас это недостижимо. Зато Ватикан и Москва могут сосредоточиться на других вопросах, равноволнующих и православных, и католиков. Главный из них – защита христиан, преследуемых на Ближнем Востоке. Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две церкви могут активно, совместно работать, защищая христиан по всему миру и с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь, укреплялись основы семейной, личной, общественной нравственности. В своем заявлении главы церквей не стали избегать чувствительных тем друг для друга. Это экспансия католичества в православные земли. Братья по вере не должны соперничать за паству. И ситуация на Украине. Там нужно остановить гражданский конфликт и преодолеть церковный раскол. Мы провели два часа в открытых братских дискуссиях с полным пониманием ответственности за свои церкви, за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга. Мы говорили как братья, потому что мы оба служители церкви. У нас одна вера, и мы ищем одного и того же пути. Мы говорили очень откровенно. И я вас уверяю, что в этой беседе я чувствовал присутствие Духа Святого. При расставании патриарх и понтифик обменялись подарками, а говоря слова прощания, дали понять, эта встреча в истории церквей была первой, но наверняка не последней. Дороги, приведшие их сюда, еще не раз могут пересечься. Павел Краснов, Николай Сысоев и Валерий Севастьянов. Первый канал. Гавана. Куба.